Добрый вечер! В прямом эфире информационная программа сегодня в студии Ольга Цхавребова. Коротко о главных темах. Добрый вечер! 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 Поэтому еще раз огромное спасибо. Я думаю, что все намоченные планы, которые есть, они будут реализованы. Тем более, фактически принято решение, чтобы Курунц-Химбалу выделили помещение, где бы вы могли давать концерты, делать все для того, чтобы развивать национальную культуру, развивать отношения, делать проекты, которые бы позволяли нам говорить о высоком уровне культурной жизни Республики Южной Осетии. Отметим, что тематический фильм «Родина» был задуман основателем Санкт-Петербургской киностудии «Ночное такси». Продюсером Александром Фруминым и включает в себя патриотические песни, в частности, песни о Родине и любви к Отечеству. Съемки фильма ведутся ежегодно с 2017 года. Залина Кочева, Тамерлан Кусраев, информационный выпуск «Сегодня». Переход на цифровое вещание в Республике набирает обороты. К 2022 году вещание в новом формате должно быть доступно каждому жителю Южной Осетии. О том, как проходит процесс и с какими трудностями сталкиваются специалисты Анжела Кукоева. На смену аналоговому формату пришел цифровой, более четкий, быстрый и качественный сигнал. Внедрение цифрового вещания внесено в инвестпрограмму на 2018-2019 годы. Все необходимое оборудование было заказано в России. В августе текущего года на цифровое вещание перешли в столицы Республики и часть Хеньвальского района. Для этого на высоте Паук была установлена вышка. В районах Республики были также установлены антенномачтовые сооружения, откуда цифровой сигнал поступает в села. Такие сооружения были установлены в Знаужском, Завском и Ленингорском районах и охватывают большие масштабы цифровым сигналом. Сегодня наша съемочная группа ознакомилась с работой цифрового оборудования, которое установлено на высоте Гуфта. С Монташку, то мене и так, как там Гуфта, цифровое оборудование мене антенна, я оборудований контейнер-дизель-генератор менен охам объекта, стешепор. Ощиазы Эдман швыдист хост хост инвест программа, мавиевы хканд швыдист, яквыст и инфестам. Сигнал швы насили, няма, из цифра кузы, узна за гамма, 90% хусар еросто. Первый канал ма Рася-а динан, наса и сигнал. Ума ма нанка в каму-дул-та. По словам Владислава Килихсаева, программы ГТР Каир в Завском и Знаурском районе не показывают в цифровом формате из-за технических проблем с подачей сигнала на высоте паук, которые будут устранены. Благодаря цифровому сигналу жители республики смогут смотреть в идеальном качестве 22 телеканала, в их числе и местный канал и Северо-Осетинский, Осетия и Ростон. Сегодня жители Завского района уже могут спокойно перейти на цифровое качество, но пока не все знакомы с новшеством и пользуются аналоговым вещанием. Да и у большинства местных телевизоры не принимают цифровой сигнал. Я не знаю, что я не знаю, что я знаю, что я думаю. Субтитры сделал DimaTorzok После приобретения приемников и настройки телевизоров цифровой сигнал смогут принимать уже жители всех четырех районов. До тех пор параллельно будет ввестись вещание аналогового телевидения. Основным недостатком аналогового телевидения является неустойчивость к различным помехам. Цифровой сигнал защищен от этого, что обеспечивает высокое качество изображения и звука телеканалов. Полный переход на цифровое телевидение запланирован на 2022 год. Анжела Кукоева, Азамат Кудзиев. Информационный выпуск сегодня. Нарушителям не скрыться. В Цхинвале начали функционировать камеры наружного видеонаблюдения. Они установлены в рамках реализации программы «Безопасный город». Подробнее Зарина Кочева. К созданию единой телекоммуникационной системы видеонаблюдения «Безопасный город» приступили в 2016 году. Проект реализуется в три этапа. Первый – установка определенного количества видеокамер и тестирование оборудования. Камеры были установлены на оживленных перекрестках города. Однако в процессе тестирования выяснилось, что не все они работают. На сегодняшний день проблема устранена. Оборудование, которое вызвало нарекания у специалистов, заменено на новое. Первый этап уже завершен. Оборудование, которое в процессе тестирования вызывало нарекания, в этом году было заменено. И в настоящее время все работает в штатном режиме. Второй этап программы «Безопасный город» – увеличение количества камер видеонаблюдения и, соответственно, увеличение мощности оборудования, также частично реализуется. В этом году на наиболее оживленных перекрестках и самых посещаемых гаражерами местах дополнительно установлены камеры наружного видеонаблюдения. На сегодняшний день на оживленных перекрестках с интенсивным автомобильным движением и людским потоком установлены 43 камеры видеонаблюдения, которые охватывают 15 точек. Но даже в таком усеченном варианте трудно переоценить возможности комплекса «Безопасного города». На сегодняшний день камеры видеонаблюдения функционируют на Центральной площади, на перекрестках улицы 8 июня микрорайон Московский, Сталина Исака Харебова, Остенская Туганова, Сталина Мамсурова, Гафеза Ленина, Чкалова Героев, Героев Харебова, Герцина, Московская и вокзальная площадь, военный городок и городской стадион. Необходимо отметить, что здесь установлены дополнительные камеры. За короткое время программа «Безопасный город» доказала свою эффективность. Благодаря записям с камер видеонаблюдения появилась возможность контролировать движение на дорогах. И уже было раскрыто несколько преступлений по горячим средам. Рассмотрено множество дорожно-транспортных происшествий. Не дай мне пример. 30 октября сего года в УВД города Цхинвал обратилась гражданка Цхавребова, которая сообщила, что неизвестными лицами из ее магазина были похищены деньги в сумме 19 тысяч рублей. В ходе изучения запись камер наружного видеонаблюдения удалось установить злоумышленника. Им оказалась 45-летняя жительница города Цхинвал, которая под тяжестью улик созналась в содеянном и выдала похищена. Надо сказать, что при соблюдении определенных требований видеозаписи камер имеют исключительную доказательную силу в суде, так как получаемые сведения являются беспристрастными, а значит объективными. По словам Кузаева, в дальнейшем планируется расширить возможности автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» и охватить районы республики. Что касается дальнейшей работы в этом направлении, то имеются планы максимально расширить возможности автоматизированного программного комплекса «Безопасный город» и даже охватить районные центры. Это все в перспективе, но в Министерстве внутренних дел республики уже сегодня закладываются такие возможности. Напомним, программный комплекс «Безопасный город» предназначенный для повышения уровня общественной безопасности был разработан в 2016 году. Зарина Кочиева, Александр Кочиев, информационный выпуск «Сегодня». Столица республики должна быть красивой круглый год. Так считают не только жители, но и сотрудники администрации города. Сейчас работы по благоустройству ведутся на нескольких улицах Цхенвала. Наш корреспондент Фатима Чочиева расскажет подробности. В Цхенвале сотрудники ремонтно-строительного управления при администрации города Цхенвал продолжают работы по благоустройству придомовых территорий. В настоящее время во дворах улиц Устаева 46-48 и Сталина 115-117-119 работает техника. Расчищается территория, спилены огромные деревья, создававшие угрозу при каждом сильном ветре. К приведению порядка этого участка приступили около двух недель назад и уже выполним большой объем работ. Вся необходимая техника и строительные материалы имеются. В прошлом году были облагорожены придомовые территории улиц Исака Харебова и дворы Награда. В этом году занялись обустройством территорий домов 102 и 123 улицы Сталина. В администрации города заверили, что ход работ по благоустройству держат под контролем. Они будут продолжены в следующем году. Фатима Чочиева, Сармад Гузитаев, информационный выпуск. Сегодня. Далее в нашей программе прогноз погоды на завтра. По всей республике ожидается переменная облачность. В Знаурском районе днем плюс 9, ночью 7 градусов тепла. В Завском районе днем 10 градусов, ночью плюс 5. В городе Квайса днем плюс 11, ночью 4 градуса тепла. В Ленингорском районе днем плюс 12, ночью плюс 5. В столице республики в Цкинвале днем 12 градусов тепла, ночью плюс 6. На этом наша программа подошла к концу. Я прощаюсь с вами до завтра. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин